Будь здоров! Радиопроект посвященный 65-летию клинической больницы номер 50. Более того, хорошее зрение – это признак здоровья человека. В гостях в радио «Говорит Царов» в прямом эфире врач-окулист, заведующий офтальмологическим отделением Владимир Лычев. Здравствуйте, Владимир Витальевич! Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие друзья, вы можете задать интересующие вас вопросы Владимиру Витальевичу по телефону 769-96. Владимир Витальевич, почему вы решили заниматься офтальмологией? Все-таки это достаточно узкая специальность. Вы знаете, я из семьи врачей, у меня дедушка и моя тетка были окулистами, поэтому с детства я слышал эти названия этих лекарственных препаратов, пил карпин, операции, глукома, и мне все как-то потом прояснилось, когда я учился в институте и занимался офтальмологическом кружке, и я понимал, что я могу быть только одним врачом, врачом-офтальмологом. В кружке? А у вас даже такая возможность была? Да, но это кружок был, когда я был студентом уже в институте, а моя родная тетя, она была главным офтальмологом города Горького тогда был, она была доцентом кафедры, ну и много чего она мне рассказывала, проясняла, брала на операции, показывала, и мне это все очень нравилось. А что самое интересное в вашей работе? Вы знаете, самое интересное, это когда все хорошо получается. Вот я пример расскажу, где-то месяц назад у меня одна была пациентка, ей 58 лет, она житель города, привели, на мой взгляд, 75-80-летнюю женщину, абсолютно слепую, привели, какие-то родственники ее оставили, и она была слепая от катаракты. Мы были удивлены, расстроены, что в нашем городе в таком состоянии могут находиться люди. Значит, я проперирую ей сначала один глаз, через две недели проперирую второй глаз, и она как-то пропала. Через несколько недель приходит ко мне молодая женщина, я ее не узнал. Посмотрел, молодая женщина, активная, зрение у нее 100% на обоих глазах, и это, конечно, ну, очень меня порадовало, это вот приятно. Но в нашей профессии бывает и обратная сторона медали. Вы знаете, ни одной повторяющейся операции, ни одного одинакового глаза в своей жизни не встречал. Вот оперирую с 78-го года и знаю, что всегда будет какая-то особенность, какая-то изюминка, и могут быть разные неприятности. И осложнения, вот они, конечно, неприятные. Любой хирург, который идет на операцию и оперирует, он молодой, возрастной, поживой, он всегда настроен на то, что все должно быть хорошо. Но иногда бывает не все совсем хорошо. И это вот, конечно, выбивает из колеи. Мы очень нервничаем, когда идем на операцию, стараемся, настраиваемся. В основном у нас все получается, но все-таки бывают вот такие неприятные проблемы. А вот страшно было начинать первую свою операцию, помните? Вы знаете, да, конечно, было страшно начинать. У меня был очень толковый мой учитель. Значит, он мне все разрисовывал, рассказывал, расписывал. Ему было тогда под 60 лет, тяжело уже было самооперировать. А я был молодой и желающий оперировать хирург. И с утра до вечера сидел в операционной, оперировал, оперировал. Он был мной доволен. Это была в областной больнице Владимирской области, в областной больнице. И он хотел, чтобы я был главным окулистом Владимирской области. Ну, вот так не состоялось, не получилось. Я оказался здесь в Саруе. А здесь сейчас у вас есть, скажем так, последователи, да, подопечные, которые под вашим руководством тоже начинают работать в этой профессии? Да, у нас хорошие очень врачи в городе. Они очень квалифицированные, качественные, желающие работать. Рвут работу друг у друга. Ну, в общем, молодежь такая хорошая, перспективная. И будущее у нас на хорошем будет хирургическом уровне офтальмологии. Друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 7-69-96. Мы сегодня беседуем с врачом-окулистом, заведующим офтальмологическим отделением Владимиром Витальевичем Лычевым. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Владимир Витальевич, ну, раз уж вы затронули катаракту и сказали, что невозможно, вернее, очень сильно удивились, что в нашем городе до такой степени могли довести свои глаза, вот, может быть, подробнее поговорим, что это за болезнь, как она проявляется. Да, вы знаете, это болезнь хрусталика катаракта, попросту это помутнение хрусталика разных степеней, стадии, значит, вот эти помутнения начинают от начинающихся, потом незревые, потом зрелые стадии катаракты. Мы любим сейчас оперировать в стадии незревой катаракты, а может быть, даже начинающей, когда острота зрения снижена до даже пяти-шестидесятых, мы уже таких пациентов берем. И зачастую после наших операций у них зрение становится лучше, а потом мы исправляем рефракционные ошибки, ну, например, дальнозоркость у человека, ему нужно было пользоваться и вдали, и вблизи в очками, мы ему эту дальнозоркость убираем на метропе, и пользуются она очками только вблизи. И это, в общем-то, вот совсем недавно началось, только в 60-е годы. Вообще, в 49-м году английский офтальмолог Ридли впервые увидел у летчика, который летал бомбить Германию из фюзеляжей осколки внутри глаза, и ему это очень понравилось, и он понял, что можно использовать метилметкрилат, материал, с которого построим фюзеляж самолета, для того, чтобы делать маленькие хрустальки и ставить их внутри глаза. Это было в 49-м году, в 60-х годах Святослав Николаевич Фёдоров подхватил эту инициативу, и тогда много обсуждалось, стоит ставить хрусталик, не стоит хрусталик ставить, может быть, это инороднее тело, которое в глазу у него стоит. Но потом это прошла, прошла полоса, это время прошло, и сейчас уже офтальмологи даже и не задумываются. Конечно, хрусталик – это коррекция, значит, афоки, то есть отсутствие хрусталика в глазу. И только в 60-х годах Кельман, американский врач офтальмолог, сидя на приёме зубного врача, услышал звук борной машины. Ему этот звук очень понравился, и в голове у него зародилась мысль, чтобы использовать ультразвуковую волну для того, чтобы разрушать хрусталик внутри глаза через небольшие разрезы. Вы сейчас знаете, какие разрезы делаются? Разрез один делается 1 мм, а второй разрез делается 2,2 мм. То есть через малые разрезы, очень малоинвазивные, внутри глаза происходит разрушение хрусталика ультразвуком, и этот разрушенный хрусталик убирается, отсасывается системой вакуума. Ну, конечно, вот раз я сказал, такая аппаратура очень сложная, и с этой аппаратурой, конечно, работать очень тяжело, а потом надо доверять этой аппаратуре. Настройка этой аппаратуры должна быть досконально известна. Если какие-то будут, значит, поломки в этой аппаратуре, сразу должен определить, узнать, потому что, вот видите, какая сложная система. Ну, тонкая, да, очень сложная работа, и поэтому действительно нужно быть уверенным в такой сложной аппаратуре. А как проявляется, то есть как вы человеку можете определить, что что-то не то? Вы знаете, начиная замечать, что появляется как бы затемнение в глазах, особенно вот в таком затемнённом помещении. То есть в потёмках, да, получемне? В потёмках, да, становится хуже страта зрения и далее, и вблизь. И постепенно снижается страта зрения без каких-либо дополнительных неприятных ощущений, то есть без болевых синдромов. Хрусталик, он не иннервирован, чувствительно иннервация, поэтому он постепенно мутнеет и приводит к тому, что страта зрения значительно падает. И человеку не всегда бывает комфортно жить и работать, даже если страта зрения 5,4, то вот с такой стратой зрения мы уже сейчас берём и оперируем. Оперируем мы с 2007 года. Первая у нас стажировка была в Питере, там у нас самый известный хирург. И вторая стажировка у меня была 2 года назад в Москве, я был на нашей кафедре. Ну, то есть уже тоже отработанная система? Система отработанная, да, нас учат, ведь не на человеческих глазах, сами понимаете. Есть иные глаза, специально обработанные, на которых мы сотни операций делаем предварительно, сначала на этих глазах, а уже потом… А вот вы сказали сотни, а сколько нужно операций сделать, чтобы допустили уже до человеческого глаза? Вы знаете, значит, для того, чтобы к человеческому глазу допустили, сдаёшь экзамен, самый обыкновенный экзамен, сидишь за микроскопом, значит, оперируешь глаз, и твоя хирургия выходит на большой монитор, где смотрят все, видит твои ошибки и замечания, можешь не сдать с первого раза, если, значит, не сдал с первого раза, ты остаёшься опять эти замечания, учитываешь, нарабатываешь опыт для того, чтобы в последующем как можно меньше было осложнений с человеческим глазом. – Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня врач-окулист, заведующий офтальмологическим отделением Владимир Лычёв, и вы можете задать интересующие вас вопросы по телефону прямого эфира 7-69-96. Владимир Витальевич, ну вот продолжай опять про катаракту, то есть человек заметил, что что-то не то, какая-то пелена или затемнение какое-то? – Его не устраивает такой уже вариант зрения, ему хочется значительно лучше, надо, значит, обращаться в поликлинику, у нас именно так всё организовано, в России здравоохранение, и поликлиника готовит этого человека к операциям. После этого с анализами он приходит в отделение ко мне, я смотрю анализы, зачастую смотрю этого человека, иногда подбирая ему хрусталик, какой ему необходим, если видишь, что он хрусталик не подходит к параметрам, те, которые у нас есть, мы заказываем ему хрусталик. Два варианта здесь, абсолютно бесплатный вариант, когда мы ставим отечественный хрусталик, они очень неплохого качества, вполне можно, без каких-либо денег и вообще без всего мы делаем такую операцию. И второй вариант – можно купить себе американский, алконский хрусталик. Вот Кельман, который разрабатывал вот эту методику операции, ультразвуковая фокомантификация, он работал с фирмой Алкон. И это сейчас одна из самых ведущих фирм, которая нас учила, обучала, показала нам, как хрусталики ставить, методику всю хрусталику. Поэтому мы любим больше вот эти хрусталики. Просто мы знаем, как они ставятся. То есть, либо отечественные, либо вот такие. Либо вот такой американский, да. Но они чем-то, они вообще кардинально отличаются? Знаете, кардинально они не отличаются, но вот всё-таки американский хрусталик хирургам больше нравится, потому что его легче ставить. Он всё-таки, ну, вот как бы, на мой взгляд, вот такой вот, ну, более упрощённо ставится внутри глаза, а хирургу не хочется ни одного лишнего движения делать внутри глаза, сами понимаете, да. Не хочется и заходить даже внутри глаза. Поставил тот хрусталик, сам расправляется, медленно, тихо расправляется, устанавливается в то место, где он должен стоять. Осталось только вымыть содержимое передней камеры, и всё идёт нормально. Владимир Витальевич, вот если уже появились эти затемнения, то это на какой стадии каракта? Вы знаете, стадии незревой каракты, в начинающей стадии каракты мы часто рекомендуем лекарственные препараты. Ну, то есть её сам человек не определит. Не определит. То есть это, скорее всего, на приёме определится, да? На приёме окулист определит, смотря человеку специальной техникой, аппаратурой, которая только она и позволяет увидеть, в каком состоянии хрусталик. С самых начальных проявлений помутнения хрусталика мы рекомендуем лекарственные препараты, которые тормозят нарастание помутнения хрусталика. И зачастую больные приходят через год и говорят, а вот, знаете, капли вы мне рекомендовали, а они мне не помогли. Зрение у меня осталось такое же. Мы говорим, вот это и есть помощь. Не нарастали, не нарастли помутнения в хрусталике, значит, это действие лекарственных препаратов. Чаще всего это квинокс, вот тоже алкунский, американский. Ну, так получается, сколько раз в году надо ходить на осмотр к окулисту? Вы знаете, вот у американцев, например, у них так, после 40 лет каждый, до 10 лет, и после 40 лет каждый житель Америки обязан посетить автальмога. У них такая есть программа, когда государство оплачивает за вот эти метасмотры автальмог. Автальмог смотрит, и если какие-то есть изменения, то он носит какую-то коррекцию в рекомендации по дальнейшему лечению или жизни пациента. У нас, к сожалению, пока вот такого нет. Но у нас доступность, вот я считаю, у нас доступность врачебной помощи автальмогической вполне достаточная в городе. Ну, то есть, в принципе, человек, даже если это не какой-то медосмотр, текущий, который должен человек пройти, то есть он может сам по собственной инициативе все-таки прийти и проверить, на всякий случай. Конечно, вы абсолютно правы, прийти, провериться, чтобы посмотрел автальмогой, дал какие-то рекомендации по дальнейшему. Тем более, если работа связана как раз с... Да, с зрительными нагрузками, особенно вблизи. Друзья, я напоминаю, телефон прямого эфира 7-69-96. Мы беседуем с врачом-окулистом, заведующим автальмологическим отделением Владимиром Лычевым. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. Владимир Витальевич, катаракты – это все-таки возрастная болезнь? Или и молодые люди, бывает, страдают? Вы знаете, и молодые люди, конечно, бывают, страдают. Ну, с моего возраста молодой человек, у меня 40 лет уже считается молодым человеком. Ну, 20-летних редко бывает. Бывают в основном травматические катаракты, когда ударили по глазу, и подвывих, и вывих хрусталик, как разрыв связок, и приводит все это к помутнению хрусталика. Но в основном это после 40 лет. После 40 лет, с больше рядом. Американцы сейчас… То есть не зря американцы-то проверяются после 40 лет? Не зря проверяют. Причем катаракты зачастую связаны из внутриглазной гипертензии, так называемыми вторичными гаукомами. И этот момент нельзя упустить. В общем, за человеком, у которого появились помутнения хрусталики, надо обязательно наблюдать окулистом. И очень серьезным образом. Хорошо. А если все-таки операция прошла, а на сколько длится такая операция? Ну, обычная операция длится 20 минут. Делается она под местной анестезией, когда внутрь глаза, в переднюю камеру вводятся специальные анестезирующие средства. Они очень сейчас неплохого качества, хорошего качества, можно сказать. И операция, как правило, протекает безболезненно. Только у каждого 15-го появляются какие-то неприятные ощущения, то есть болевые. Тогда приходится дополнительно делать какие-то анестезирующие инъекции. А так, в общем, абсолютно безболезненно. Ну, то есть недолго. Дальше, вот после операции, что обязательно делать и чего категорически нельзя делать пациенту? Да, ну, мы держим уделение обычно пациентов 6-8 дней, стараемся выходить глаз до хорошего состояния, для того, чтобы он мог спокойно идти домой и чтобы не было в последующем каких-то осложнений. А после операции не бывает болевых ощущений? Как правило, нет. Как правило, нет. Есть и какие-то осложнения. Они бывают, я не скрываю, у любого хирурга они есть. И тут хирургия связана с этим, с осложнениями. К счастью, у нас осложнений таких, я говорю, про них очень много. Но они тоже бывают. Как правило, не болит глаз. Абсолютно не болит, не беспокоит. Потихонечку появляется зрение. В течение нескольких дней зрение восстанавливается и становится значительно лучше. А какие-то рекомендации, тяжести, может быть, нельзя поднимать? Что-то, нагрузки какие-то, они рекомендуются после операции? Ну, да, конечно, после операции мы в течение месяца рекомендуем пациенту не физическим трудом не заниматься, не посещать баню с веником и парилкой. А потом-то можно? Конечно. Через месяц можно почти всё. Ну, алкоголь не потреблять в течение первого месяца. Неделю мы обычно рекомендуем капать капли и наблюдаться окулистов в поликлинике, чтобы он смотрел. У нас врачи квалифицированы в поликлинике, они грамотные, соображающие, знают, как дальше вести таких пациентов. В общем, у нас врачи в городе, я считаю, очень квалифицированы и грамотные. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96. Вы можете позвонить и задать интересующие вас вопросы Владимиру Витальевичу Лычёву, заведующему автоломологическим отделением. А у нас в студии звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вот у меня, но и не ходят, глаза не видят. Хрусталики, его жена Лычёва посоветовала ставить хрусталики, но анализ крови плохой. Сказали, анализ крови будет нормальный, тогда уставят. Вопрос какой? Ну, вопрос, что делать с вами дальше, да? Наверное, скорее всего. Вы хотели бы услышать, что с вами делать дальше, правда? Так я это понимаю. Так. Надо обратиться к терапевтам, провести обследование лечения. Они вас подготовят к оперативному лечению, а в последующем мы с вами встретимся и все эти вопросы обговорим. И хрустальки, конечно, вам надо ставить, это вам улучшит жизнь. Вы сможете и читать, и писать, и смотреть, как следует телевизор. Но без подготовки, вы понимаете, мы вас взять не можем, будут просто осложнения, ничего хорошего мы не получим. Понимаете? Да, мы не прибавим вам зрения, а можем потерять просто глаз. То есть, в любом случае, прежде чем брать на операцию, даже если человек через окулистов к вам обратился, через поликлинику, все равно потом проводится вот это обследование. И подготовка, да. Довольно-таки нудная, неприятная подготовка, но эта подготовка необходима, конечно, чтобы мы знали, на что мы идем, какие могут быть осложнения, и даже предприняли какие-то мероприятия для того, чтобы часть этих осложнений отсечь. А какие могут быть противопоказания? Ну вот кроме, вот как мы услышали, то есть не очень хороший анализ крови, давление может быть, да? Вы знаете, это все компенсирует, и сахарная диапета, и давление компенсируют терапевты-эндокринологи. Они подготавливают больных. То есть можно все-таки, несмотря на сопутствующие заболевания? Да, да. Ну вот часть таких, как воспалительные процессы в придачных пазух носа, мы, конечно, очень боимся, мы назначаем сразу антибиотики, для того, чтобы отсечь, например, бактериальную инфекцию. Полость рта санирует, но иногда не всегда можно, люди не выдерживают, и когда слепые, то мы тоже начинаем проводить сразу противовоспалительное лечение, антибактериальную терапию начинаем проводить для того, чтобы было успешно. Иногда таких мы тоже оперируем, потому что понимаем, что просто деваться некуда. До нас дозвонился еще один радиослушатель. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня два вопроса. Вот первый вопрос. Существует ли очередность для операции? То есть сколько, например, в сентябре я планирую операцию, и когда мне нужно сдавать анализы? Вы знаете, за месяц до операции надо начинать сдавать анализы. Они будут действительно месяц. Они будут в течение месяца действительно, как только анализы получите на руки, приходите в отделение в любой день с утра, я вас приму, и мы с вами договоримся насчет сроков госпитализации операции. То есть никакой очередности не существует? Нет, у нас есть очередность, но это где-то буквально недели на полторы, на две. Так, и операция бесплатная для пенсионеров, да? Да, да, да. Вообще у нас никаких платных операций в отделении нет. И вот еще хотел бы точить, вы сказали, местный наркоз или общий? Нет, нет, местный. Смотри, какая операция, какую операцию сделать. Если, например, это ребенок, то, может быть, там под наркозом придется оперировать, а всех остальных мы оперируем на 99% под местной анестезией. Хорошо, спасибо. А второй вопрос? А это вот, наверное, как раз был про наркоз. Владимир Витальевич, вот хотелось бы еще спросить, что вы сказали, дети оперируете, а какие операции детям проводятся? Ну, к сроглазе, например. Мы, к счастью, не так часто стали это делать, потому что вот более специализированное отделение есть в области, и мы как-то немножко их туда перенапрягаем, потому что перенаправляем. Они больше оперируют, у них больше опыта, мы как-то немножко помечем. Но у взрослых мы оперируем, все. А все? Это что? Вы знаете, ну, сейчас вот мы покупаем новую технику, технику замечательную, американскую, комбайн, которая вообще все позволяет оперировать на переднем и заднем отрезке глаза, истековидном теле, и отслойке, все будем оперировать здесь, никого никуда не направляя. Это, конечно, великое благо. Естественно. И они будут... И для них, и для нас, хирургов, когда мы разводим руками, и не знаем, куда направить человека, потому что можем направить только, или я в область могу направить в областную больницу, или главному окулисту области за квотой, которую он не всегда имеет, и поэтому очень проблем масса. Люди ждут месяцами, а здесь мы можем в своем собственном отделении все это сделать. И когда ожидается? Ну вот уже все закупаем. Великолепный аппарат, самый новейший, самый лучший, один из самых лучших американцев. Ну то есть уже может быть даже в этом году будете первую операцию делать? Да, вот летом, конечно. Летом, в августе, может быть, в начале осени, мы все это постараемся, все это поставить в работу. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. А у нас тут еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Вас слушаем, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Я хочу поздравить Владимира Витальевича с праздником, здоровья ему, счастья и дальнейших успехов в работе. И хочу, чтобы в нашей медсанчасти побольше было таких врачей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам за такое замечательное пожелание. Мы продолжаем нашу беседу. Телефон прямого эфира 7-69-96. Вы можете задать интересующие у вас вопросы Владимиру Витальевичу Лычеву, заведующему офтальмологическим отделением. Или, может быть, какие-то тоже пожелания свои высказать. Владимир Витальевич, мы с вами уже затронули вопрос о зрительных нагрузках. И мы сейчас очень часто в наш компьютерный век слышим синдром, компьютерный зрительный синдром. То есть это уже как название болезни какой-то? Вы знаете, нет, это, скорее всего, действительно не болезнь, а синдром. Вы знаете, в основном сейчас масса работает с компьютером. Зрительная нагрузка компьютерная вблизи огромная. И лет 10-12 назад каждый, кто работает на компьютере, жаловались на то, что болят глаза, болит лоб, неприятные ощущения постоянно в глазах. Иногда даже давление артериальное из-за этого повышалось. Но с годами вот все улучшается, улучшаются мониторы. И все меньше и меньше стали жаловаться. Но все равно, конечно, когда большие зрительные нагрузки и работают эти нагрузки вблизи, то человек, особенно дальнозоркому, например, или метропу, или после 40 лет, когда пресс-биопия развивается у человека, то есть мы социальная слава нет, то ему, конечно, тяжело работать. И поэтому вот эти неприятные ощущения, они у человека бывают. Ну тут что надо сказать? Дозировать работу вблизи 45 минут, час, поработали, немножко дать отдохнуть. Если мы носим очки, то лучше носить их немножко приспущенными на носу, чтобы смотреть через очки. Да, коррекцию, конечно, надо для того, чтобы четко видеть экран, монитор. То есть, если, например, предположим, в жизни за рулем, чтобы телевизор смотреть, я ношу очки с одними диоптерами, то чтобы работать за компьютером, лучше подобрать немножко слабее? Или как это делается? Вы знаете, очки подбираются для определенного расстояния. У каждого стекла есть фокусное расстояние и подбираются для определенного расстояния. Очки могут быть для дали, для компьютера, для близи. Все на разное расстояние. Понимаете меня, да? И только в молодости, когда работает хорошо целярная мысль, и когда человек эмметроп, он хорошо видит и вблизь, и вдаль за счет аккаунтационной способности целярной мысль. Глазокруговая мысль, которая вот наводит это изображение на разных расстояниях. Сейчас такая появилась коррекция очковая, когда делаются многофокальные очки, мультифокальные или прогрессиво так называемые. И человечество в Европе все больше и больше используют вот эти очки. То есть, это, получается, одни очки для разных... Очка для разных расстояний. Да, не только для близи, но можно и на 60 сантиметров. То есть, они сами очки там перефокусируются? Нет, в них есть зоны разные, глаз сам наводит это изображение через определенную зону на определенные расстояния, тем самым не перегружая целярную мысль, вот эту мысль, о которой мы говорим. Тренировка этой целярной мысль – это общий укрепляющий мероприятие, это занятие физкультурой, спортом, движение, побольше ходить, поменьше ездить на автомобилях, да, и не загрязнять атмосферу, и тем самым способствовать укреплению здоровья своего организма. Это вот одно из самых главных правил. Дозированные зрительные нагрузки и вариантов отдыха. Вот это всё. Какая-то гимнастика для глаз. Общеукрепляющая. Для глаз очень много самых разнообразных методик тренировки целярной мысли, но, в общем, сейчас через что приходит к выводу, что надо тренировать весь организм, и тогда целярная мысль работает замечательно. Ну, хорошо, мы всё это будем, естественно, делать, но меня очень интересует вопрос вот об этих чудо-очках. Вот вы сказали, что в Европе они уже во всём пользуются спросом и используются, а в России это чудо. Используются. У нас уже в городе есть несколько десятков людей, которые носят вот такие мультифокальные стёкла и очень ими довольны. Ну, на всех всегда не угодишь. Были люди такие, которые были недовольны, но большинство, основная масса, вот эти мультифокальные стёкла. Надо пользоваться ими. Стоят они, может быть, подороже, но зато это совсем другой уровень качества оптика. Хорошо, друзья. Телефон прямого эфира 7-69-96. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. У нас сегодня в гостях в прямом эфире врач-окулист, заведующий офтальмологическим отделением Владимир Лычёв, 7-69-96. Владимир Витальевич, компьютерный зрительный синдром – это всё-таки более-менее понятно. А что такое синдром сухого глаза? Вы знаете, вот это болезнь века, когда воздействие на какие-то структуры глаза. Ну, например, очень много сделали рефракционные операции. У кого была близорукость, и начали делать рефракционные операции, не задумываясь о том, какие могут быть последствия. То есть, это они, когда люди восстанавливали себе 100% зрение? Да, хотели лучше видеть вдаль, и в последующем развивается такой синдром сухого глаза, когда недостаточное количество слезы вырабатывает слёзными клетками, слёзной железой и слёзными клетками, вырабатывающие слезу. Но это осложнение именно после операции или образ жизни человека после операции? У них почти у всех. У них почти у всех. Но и вот агрессивность атмосферы, химические и физические факторы, воздействующие на слёзную железу и клетки слёзовыделяющие, всё это приводит к тому, что не хватает слезы у человека. То есть, это может появиться даже у человека, который не делал такую операцию? Может появиться у человека. А те, кто делали, у них 90%. Вот синдром сухого глаза. Но сейчас очень хорошие разработали средства, которые можно использовать в виде замещения слезы. И в частности, витагликан, витагликан замечательный, корнирогель, автогель. Масса других препаратов, которые хорошо замещают слезу и помогают человеку. Особенно ночью, когда сухость в глазу, прям глаз хотят разорвать. И вот закапывая, скажем, автогель и корнирогель, тем самым способствует тому, что совершенно успокаивается глаз и не беспокоит человека. Этот синдром, как правило, он к каким-то серьёзным последствиям не приводит. Он не снижает остроту зрения и не вызывает... Но, тем не менее, какие-то неприятные ощущения. Неприятные, да, он вызывает неприятные ощущения, которые, ну вот... Но что же делать? Мы же не можем избавиться, например, от загрязнённой атмосферы, предположим, которая может вызвать это... Вы знаете, да, и ряд вот сейчас новых заболеваний, которые появились буквально в течение 15-20 лет, ну, они связаны с тем экологическим состоянием, с рядом операций, вот я уже вам говорю, воздействие на глазик приводит. Ну, к счастью, не бывает каких-то серьёзных осложнений от синдрома сухого глаза. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96, а у нас в студии ещё один вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Витальевич, у меня два вопроса. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вам, вашим коллегам, офтальмологам, у которых, конечно, очень сложная работа, нагрузка, понятно, огромная на глаза тоже, как удаётся, какими путями вы достигаете того, чтобы ваше зрение было хорошее, как у офтальмологов, и здоровые глаза? Это первый вопрос. А второй вопрос. Как вы взаимодействуете или нет с офтальмологами города Чебоксары? Спасибо. Спасибо. Значит, ну, вот взаимодействия с городом Чебоксары у нас почти никакого нет, хотя я там знаю людей, знаю хирургов, и директора знаю МНТК, но взаимодействие у нас немножко другого. Я уже говорил, оно распространится на областную больницу и главного офтальмолога Низгородской области. Иногда главного офтальмолога нашего управления Главовского. А вот насчёт остроты зрения, состояния глаз, хожу пешком каждый день на работу и с работы, двигаюсь, гуляю, прогуливаю, занимаюсь физкультурой и спортом посильно. Ну, вот не курю, почти не выпиваю. Вот таким вот образом стараюсь сохранить состояние глаз. А вы сами должны постоянно проверять свои глаза? Да, конечно. Я себе меряю внутриглазное давление, когда бывает такая возможность, проверяя остроту зрения, смотрю, какая коррекция мне необходима для работы вблизи. Иногда пользуюсь этой коррекцией. Но у меня в маленькой степени близорукость, поэтому я ещё продолжаю видеть удовлетворительные вблизи. Друзья, телефон прямого эфира 769-96. Звоните и задавайте интересующие вас вопросы. Владимир Витальевич, но есть ещё такая вещь, как дистрофия сетчатки. Когда встречается, в каком возрасте, как правило? Как можно избавиться от этого? И можно ли? Да, вот это очень серьёзное заболевание, которое человечество ещё в достаточной мере лечить не умеет. Там как бы две разные формы. Есть сухой вариант дистрофии сетчатки, есть влажный вариант дистрофии сетчатки. Человечество может только стабилизировать состояние. Вот, например, у нас нестабилизированные состояния у кого-то. Мы предлагаем стационарное лечение. Окулисты в полиглинике это знают, они отслеживают состояние зрительных функций и видят, что нарастают эти измерения. Они предлагают периодическое стационарное лечение таким больным при сухих вариантах дегенерации. А что, вот какое лечение проводится в стационаре? Вы знаете, это масса самых разнообразных средств, которые улучшают кровообращение в системе кровообращения сосудов сетчатки, поддерживают на таком уровне состояние сетчатки, поддерживают препараты. И эти препараты способны стабилизировать в основном зрительные функции. Есть, правда, важный вариант, другой вариант. Он более такой тяжелый вариант. Для него надо специфическое лечение, в частности, вот сейчас люцентис широко используется. Но это он не входит в перечень формулярного списка лекарств, которые… То есть он не бесплатный. Он не бесплатный, да. Поэтому мы пока не можем его здесь использовать. У нас не так много таких пациентов. Мы будем это делать. Саму методику введения интервитериального внутреглаза к сетчатке мы освоили, мы это запросто сделаем. Тут никаких проблем не будет. Но само лекарство, вот оно не бесплатное, стоит оно немаленьких денег. Но вот в чем выражается это заболевание? Как человек сам-то может определить? Снижение остроты зрения, такое более быстрое, чем какие-то вспышки, неприятные ощущения, и на доснижение остроты зрения до сотых. То есть человек только начинает видеть вот вблизи то, что расположено вокруг него на расстоянии одного метра, даже меньше. И это, как правило, возрастное заболевание? Это, как правило, возрастное заболевание. Связано оно с сопутствующими заболеваниями, с атеросклерозом сосудов, с гипертонической болезнью, с сахарным диабетом, с возрастными изменениями сосудов сетчатки. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96. Мы слушаем еще один вопрос нашего радиослушателя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Алло. Здравствуйте, мы ослушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Сделайте, пожалуйста, радио чуть потише, если вы недалеко от него находитесь, потому что вы нас плохо слышите. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Значит, обнаружена катаракта, делается операция, и после операции обнаруживается, что болен зрительный нерв. Эффекта никакого. Вот можно ли обнаружить, или это возможно, невозможно ли, что до операции вот такое заболевание? Вы знаете, иногда это можно обнаружить, когда катаракта такая, что позволяет хорошо рассмотреть глазное дно, и мы подозреваем, что есть какие-то дополнительные заболевания. Но легче сделать экстракцию, факоэмулификацию катаракта, и в последующем все это убедиться визуально. До сих пор самый лучший анализатор, самый лучший аппарат – это вот глаз. Афтальмолог, который поглядел и решил, что все-таки там с сетчаткой, зрительным нервом, техника аппаратуры не всегда дает более точное, чем глаз Афтальмолога, значит, установку диагноза. Ну, а то есть получается, что в такой ситуации дальше надо уже зрительный нерв лечить? Да, надо перестраиваться на лечение зрительного нерва. Есть методики. А какие там заболевания могут быть? Очень много самых разнообразных. Много? Да, при глукоме, глуком сейчас протекает зачастую с нормальным внутриглазным давлением. А почему? Ну, вот такая вот. Так, как сказать, реформировалась? Да, какая-то реформация глукомы с нормальным внутриглазным давлением протекает, меряем давление зачастую, и несмотря на глазное дно, есть и врач, и офтальмолог опытный, он поглядит в глазное дно, скажет, у вас глукома или подозрение, он направит в отделение, и мы, кстати, обследуем. А вообще 2% населения, Россия и города болеют глукомой. Болезнь очень серьёзная, если с ней серьёзным образом не заниматься. Так вот, давайте тогда подробнее поговорим о ней. Ну да, вот раньше считалось, что это триада, значит, повышение внутриглазного давления, атрофии зрительного нерва глукоматозного и сужение поля зрения. То есть, человек вот видит объектно, и сужение поля зрения – это вот часть всего. То есть, получается, только вот прямо перед собой человек видит? Да, да, постепенно, а потом это прямо уходит снаружи, и зрительные функции настолько низкие, что иногда даже вообще просто нулевые, то есть, он даже не видит ни свет. То есть, это тоже может привести к слепоте? Может привести к слепоте, да. Это заболевание очень серьёзное, поэтому серьёзным образом надо с ней заниматься. 2% населения болеет этой болезнью. Ну, где-то больше, где-то меньше. Там, где много окулистов и более квалифицированных, они выявляют большее количество заболевших. А там, где меньше окулистов, или вообще их нет, то, конечно, заболеваемость этой болезнью минимальная. Ну, вот насколько я знаю, у нас-то в поликлинике всегда глазное дно проверяют, несмотря ни на что. Да, да. Несмотря ни на что. Зачастую они выявляют и направляют к нам в отделение на обследование. Правильно делают. Так и надо разбираться этими больными, решать вопрос, в каком состоянии триглазное давление. Это можно только в отделении. Если врач где-то там поглядит вас, даже в крупном клиническом центре, может ничего конкретно вам не сказать. У меня такой опыт был, когда я сюда приехал работать, посмотрел одного из наших докторов, который работал, сказал, у вас гулкома. Она повернулась, уехала в Гельмгольц, вернулась через несколько дней, сказала, вы ошибаетесь, доктор. Вы абсолютно неправы и не послушали мои рекомендации. Хотя я ее обследовал, и явно было видно, что там гулкоматозные у нее первые проявления. Она вернулась через несколько лет в город, она жила где-то за городом. Один глаз был абсолютно слепой, другой глаз почти слепой был. Я ей сказал, знаете, я не по злобе просто говорю, что вы зря не послушали меня, потому что когда врач смотрит вас несколько раз, ему виднее, чем тот, который один раз поглядел. Мы сейчас прервемся, ненадолго, потому что у нас в студии еще один звонок. Прежде чем мы примем звонок, сделайте, пожалуйста, радио чуть потише, если вдруг оно у вас так громко работает, как у предыдущего радиослушателя, потому что вы нас не слышите. Алло, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Владимир Витальевич. Здравствуйте. У меня к вам не вопрос. У меня вам пожелание, вам долгих-долгих лет жизни, здоровья, золотые руки, добрейший доктор с золотым сердцем. Я наблюдаю с 20 лет в отделении. Большое ему спасибо. Низко кланяюсь. Алевтина. Всего доброго вам. Спасибо большое. Всего доброго, Алевтина Григорьевна. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Друзья, телефон прямого эфира 7-69-96. Вы еще можете успеть задать интересующий вас вопрос или пожелание Владимиру Витальевичу свое передать. Владимир Витальевич, и получается, возвращаемся к глоукоме. То есть, выявили. Дальше что делается? Выявили, направили в отделение. В отделении мы обследовали, посмотрели. Вариантов сейчас лечения глоукома очень много. Очень хорошие стали в последнее время качественные препараты. Но все-таки операции или можно и препаратами? Иногда можно. Мы определяем в отделении, что делать с этим человеком дальше, чтобы глоукома не нарастала и не приводила к серьезным изменениям остроты зрения. Мы иногда подбираем препараты, снижающие внутриглазное давление. Иногда предлагаем лазерные антиглукоматозные операции. Они абсолютно безвредные, очень хорошая вещь. Человечество всего 20 лет их использует. Они на какой-то срок нормализуют внутриглазное давление. И это важно, потому что человек, продолжая наблюдаться в поликлинике, он подконтрольный у врача. Если давление опять повысилось внутриглазное, он опять возвращается к нам в отделении. Мы опять ему что-то предлагаем для того, чтобы нормализовать давление и проводим курс стабилизирующего лечения. Но иногда приходится и обращаться к ножу, когда не помогает консервативная терапия медикаментами. И лазерные операции не столь эффективны. Приходится иногда оперируйте глоуком и ножом. Но нормализовать давление важно по всех 100% случаев. Ну вот получается, что и эти операции тоже можно делать у нас в городе. Конечно, мы их давным-давно делаем. И лазерные. И лазерные, и ножом операции. Ножи у нас алмазные, замечательные. Поэтому у нас всё получается очень неплохо. Ничуть не хуже результат, чем где-то за зоной. Это точно абсолютно. Просто там меньше оперируются. И опять же меня волнует вопрос возраста этой болезни. После 40 лет, вот я уже говорил вам, после 40 лет надо наблюдаться, после 40 лет возможность начать эти заболевания. То есть, возможность всё. Ну, чаще всего, да, к 60-70 годам, конечно. То есть, лучше всё-таки за своим зрением следить. За своим здоровьем следить, да. И диспансеризация должна быть, это абсолютно точно. И опять же, не дожидаться 40 лет, следить за здоровьем в целом, да, заниматься какими-то физическими нагрузками. Да, физическими нагрузками. Двигаться, ходить, поменьше ездить на автомобилях. Как сейчас у нас молодёжь вообще. А морковь? Морковь, да неплохо и морковь, но лучше. Ну, то есть, и питаться тоже желательно, да, сбалансированно. Да, балансировано. Овощи. Овощи, фрукты, замечательно. Апельсины, витамины в них, полный комплекс витамин С1 замечательно для укрепления сосудистой стенки. Мы всегда рекомендуем. Англичане и французы, и европейцы, и немцы, они вообще начинают лечение с того, что рекомендуют диету. Вы знаете, да. А потом уже какие-то кое-какие препараты. Мы были на стажировке и смотрели, как они… Но это если болезнь не запущена, да? Если болезнь не запущена, и они наблюдают, у них очень выгодно наблюдать, потому что за это всё платят. Прямо конкретно врачи платят за каждого пациента. Ну, то есть лучше, конечно, предупредить болезнь. Да, у нас немножко другая медицина, но лучше бы тоже вот так же относиться к пациенту, чтобы наблюдать за ним, рекомендовать, поддерживать его. Время нашего эфира подходит к концу, но мы ещё успеем принять один вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. 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 Я уже свой вопрос-то задавала. Ну, вы нам задайте его, пожалуйста, потому что Владимир Витальевич… У меня после воспаления глаз стал сухость в глазах. Я вот ночью просыпаюсь, и я не могу открыть глаза, пока я их не смочу. Пока не смочу, да. Значит, витагликан – очень хорошее средство, прямо замечательное, можно использовать. Корнирогель. Капайте корнирогель несколько раз в день по одной капельке в глаза, и вам значительно это облегчит состояние класса и улучшит жизнь. Ну, это вот такая рекомендация, как бы онлайн, да, всё-таки если вдруг какие-то у людей вопросы возникают, всё-таки лучше показаться врачу. Лучше показаться окулисту, но если определённо точно заболевание, то можно, конечно, и… Онлайн. Да. Ну что ж, дорогие друзья, время нашей беседы подошло к концу, на ваши вопросы сегодня ответил врач-окулист, заведующий офтальмологическим отделением Владимир Лычёв. Владимир Витальевич, большое вам спасибо за беседу. Спасибо всем. И спасибо нашим радиослушателям за вопросы. Эфир радио «Говорит Саров» продолжается. С вами была Юлия Ефремова. С вами был Игорь Негода.